Я приветствую тебя Чумба, с тобой Рабаша, сегодня мы поговорим об Тамайо, демоне, человеке, неважно, очень классный персонаж, один из моих самых любимых, и если мы говорим о женских персонажах, я расскажу тебе ее вклад в битве против Мудзана, и то, что именно благодаря ей Мудзан погиб. Погнали. Личность и характер. Впервые, когда мы встречаем Тамайо, у нас создается впечатление нежной, мудрой и невероятно умной женщины. Она посвятила большую часть своей жизни исследованию демонов, а также их трансформации. Она была самым осведомленным персонажем по данной тематике в серии, то есть в КРД. Несмотря на враждующие отношения между людьми и демонами, она проявляла доброту к людям, применяла свои медицинские знания для помощи им. Как и другие демоны, она пила кровь демонов, но делала это гуманным и законным способом, покупая кровь у согласных на тот доноров. Она не переносила насилие и пресекала Юшера всякий раз, когда тот хотел ударить кого-либо. Она была в числе немногих демонов, кто смог освободиться от влияния Мудзана, вспомнить свою человеческую жизнь и сохранить свои эмоции. Однако, обладая спокойным характером по отношению к людям, она имела жестокую, злобную и кровожадную личность, если это касалось Мудзана. Это было показано, когда она злорадствовала, ожидая его смерти, всячески способствуя этому. Мудзан подчеркнул, что именно эта личность была изначальной версией Тамайо, в ее ранние годы, когда она была подконтрольным ему демоном. И лишь со временем она стала мудрой и внимательной. История жизни О жизни Тамайо, когда она была человеком, известно немного, за исключением того, что она была замужем и имела несколько детей. Незадолго до того, как она стала демоном, Тамайо заболела опасной для жизни болезнью и искала способ вылечиться, но так и не нашла его. Именно тогда, впервые встретив короля демонов. Не зная истинных намерений, она согласилась на предложение Мудзана вылечить ее и стала демоном. Однако, после трансформации, она потеряла самообладание и убила всю свою семью. Осознав, что она сделала, она погрузилась в отчаяние и начала безжалостно пожирать множество людей. Как видно из воспоминаний, за сотни лет до встречи, Мудзана и его битвы с Юриичи, Тамайо продемонстрировала более послушную личность. Вероятно, это было из-за того, что она поняла, что невозможно было победить Мудзана с помощью своей силы, чтобы отомстить за семью. Однако, это изменилось после того, как она стала свидетелем силы Юриичи и того, насколько близко он был к убийству Мудзана. Юриичи заметил, что он увидел проблеск надежды в ее невозмутимых глазах, когда она поняла, что он почти убил ее хозяина, показывая, что после этого случая решимость Тамайо отомстить за всю свою семью была восстановлена. После неопределенного промежутка времени, а именно в момент ослабления Мудзана с помощью Юриичи, Тамайо вернула себе немного здравомыслия и освободилась от контроля владыки демонов, приступив к изучению методов лечения от демонов. После двух сотен лет обучения, она наткнулась на больного мальчика и смогла превратить его в демона. Но так как она была не под контролем Мудзану, мальчик был зависим не от его крови, а от ее. Этого мальчика звали Юшера, и со временем эксперимента он до сих пор остается ее помощником. Впервые Тамайо мы увидим в начальных сериях первого сезона Клинка Рассекающего Демонов. Именно там она помогла Танжиро и Незуко найти укрытие. Далее в диалоге с Танжиро она соглашается помочь Незуко в превращении ее обратно в человека. Нужна лишь кровь демонов, и чем сильнее демоны, тем лучше. Используя образцы крови от Даки и Ютара, Тамайо могла синтезировать противоядие от крови Мудзана, которое она успешно проверила на одной из своих жертв. Ну, то есть из жертв Мудзана. Позже она написала о своем прогрессе Танжиро в письме. В нем она также выразила свое изумление по поводу образцов крови Незуко, которые подверглись множественным мутациям. Это заставило ее предположить, что причина, по которой она еще не потеряла свой разум, заключается в том, что Незуко дает приоритетное значение развитию сопротивления к солнцу. Теория подтвердилась, когда Незуко стала первым демоном, невосприимчивым к солнечному свету. Далее ее помощи просят Кагайо Буяшики, и они на пару с Шинобу Кочо начинают работать над ядами против высших лун и Мудзана. Тамайо снова появляется после нападения Мудзана на побесе у Буяшики, когда Кагайо вместе со своей женой и двумя дочерьми взорвет Мудзана и самих себя. Когда Мудзан пытается восстановить свои раны, которые он получил во время взрыва, Тамайо нападает на него и использует семя плоти, посылая большие шипы, чтобы пробить его тело. Мудзан понимает, что он был обездвижен техникой демонической крови и начинает поглощать шипы, но Тамайо внезапно бросается к нему и проталкивает кулак через живот, буквально засовывая в него лекарство, которое может превратить демона обратно в человека. На лице Мудзана появляется выражение шока, когда он заявляет о своем отрицании такой возможности, но Тамайо угрожающе улыбается и говорит, что это определенно реально, признавая, что она бы не достигла такого результата одна. Ее исследования помогли Шинобу одолеть вторую высшую луну Дому, а также именно благодаря ей и ее лекарству Мудзан был побежден. Почти растворяясь внутри него, она злорадствовала до последнего, раскрывая действия лекарства шаг за шагом. В битве против столпов Мудзан дрался со всеми без особых проблем. Красные клинки не помогали, ведь не обладали такой силой, как у Юриичи. И он отмечал, что танец бога огня Танжира очень медленный, но он почему-то не успевал. И вот первый эффект. От лекарства Тамайо Мудзан старел на 50 лет в минуту, всего за бой постарев на 9000 лет. Его клетки и тело боролись со старением и не могли полностью сфокусироваться на боях. Следующий эффект не давал Мудзану разорвать собственное тело, чтобы сбежать, как это было с Юриичи. И последний эффект ослаблял его, заставляя проливать кровь снова и снова, ослабляя его. Помимо невероятных навыков в области медицины и фармацевтики, Тамайо обладала техникой демонической крови. Хоть и двумя, но я и об этом расскажу. Искусство демонической крови. Техника крови, которая требует от нее порезаться и позволить кровоточить своим ранам. Любой, кто чувствует запах крови, подвержен ее галлюцинациям. Первая техника – аромат зримых грез. Галлюцинация, которая мешает зрению пострадавших, создавая вокруг себя красивые цветочные узоры. Таинственное благоухание белого дня. Действует как сыворотка правды, вызывая снижение функции мозга и заставляя получателя исповедовать свою ложь, а не хранить свой секрет. Это может быть вредно для людей. Вот такая вот демонесса. Персонаж действительно шикардосный. Я не хочу преуменьшить значение столпов и, конечно, их вклад против битвы с Мудзаном. Но именно благодаря Тамайо, ее вот этому вот лекарству в кавычках, Мудзан все-таки погибнул. Потому что, извините меня, он не мог сфокусироваться на битве, точнее его клетке. Представьте, на 50 лет в минуту стареть. То есть, все было полностью сфокусировано на собственной регенерации. Как отмечал сам Мудзан, клинки вообще ему похрен было на эти клинки красные. Ну да, поджигались, но все равно, что шпили, не знаю, спичка для тазика воды там, либо для громадной плоти. Танец бога огня, да, классный, зашибенный. Танжеры тоже молодец, но опять-таки Мудзану тоже было по боку и на это. Но если бы не было яда Тамайо, вот как раз-таки тогда битва бы окончилась совершенно иначе. Именно благодаря Тамайо, 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 Мудзан помер. Абэ Тамайо, я ее обожаю. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.